Следующую сказку, которую мы с вами можем разобрать, это сказка «Колобок». Вы скажите, пожалуйста, о чём она? Колобок. О чём? Не о ком, а о чём? Я её не знаю, я не читал, поэтому не знаю о чём, и не слышал. Вот о чём она? Побежал. Побежал, да? То есть о беге, да? Отсутствие смирения. Хорошо, ещё. Всё. О глупости. Не выполни свои функции. Так, хорошо. А? Нахальство. Понятно. Колобка, да? Непослушание. Хорошо, ладно. Принимается, всё принимается. Вот теперь давайте мы так же медленно, с толкованием, ну вот, собственно, когда-то так учили в гимназиях, и в дореволюции, и при монастырях, когда были школы, это называется герменевтика, то есть толкование смысла, ну тогда толковали смысл Библии, а мы сейчас толкуем вот смысл наших сказок. И так, опять же, таки, жил-был дед и папа. То есть вот уже мы, в принципе, маркер такой имеем с предыдущей сказки. Кто такие дед и папа? Вполне возможно. Пока не знаю. Я сказки не знаю, не читал, поэтому не знаю. Вот, смотрите. Значит, и вот дед и говорит бабке, и старуха исполняет мне колобок. Что такое колобок? Колобок – это такой маленький круглый хлебец. Это не хлеб, то есть это не чёрный хлеб и не белый хлеб, а колобок, ну, это можно сказать то, что к чаю, можно сказать, на десерт что-то подаётся такое, то есть нечто необязательное, но желательное. То есть вот этот колобок. Ну и старуха отвечает, по-видимому, это конец весны, уже ничего нет, и говорит, а где же я тебе возьму муки? То есть она не говорит «не хочу». Сейчас бы жена бы сказала, да не хочу я, где ты что там придумал, да? Она нет, она со смирением. То есть она почитает мужа своего и, наверное, любит, я это докажу. Вот она говорит, хорошо. Ну, только где мне взять муки? Она говорит, да ты по сусекам поскреби, по амбару помети, а вот чего-нибудь там и найдёшь. Ну, скажите, пожалуйста, хозяйки, если по сусекам поскрести, по амбару помести, особенно помести, замечательно, да? Там чистая мука будет? Хорошая метёлочка. Хорошо, ну, хозяйка лучше знает. Ну, смотрите, ну, вот коль жена любит своё супруга, чего она добавляет? Она туда добавляет сметанки, чтобы это пышный был колобок, маслица туда добавляет, конечно. То есть сдобу делает, вот действительно сдобу, с любовью. То есть, смотрите, а коль сделано всё это с любовью и по послушанию, ну, что муж глава семьи, да, по домострою, муж глава семьи, то есть муж попросил, а это как, ну, считайте, как приказание. Вот, ну, и она с любовью откликнулась, всё это сделала, испекла колобок, румяный-румяный, пригожий получился, потрудилась, положила его на окошко, чтобы колобок остыл. А вот тут начинается самое интересное. То есть, смотрите, мы тоже видим, как произошло творение, и творение, то есть, вот Адам и Ева, да, и что-то, вот они сотворили, по словам нечто, которое называется колобок. А вот теперь, смотрите, этот колобок оживает. То есть он полежал на окошке, и вот с чего начинается его, теперь подсказка, жизненный путь. Не помните обсказку? Это я не читал, а вы же читали, значит, у вас... Нет, нет, от чего начинается? Полежал, полежал, ему стало скучно. Смотрите, с чего начинается грех? Нет, от безделья. Можно сказать, а сколько-то от безделья? Совершенно верно! От праздности, от уныния, от всего, от чего начинается грех. Понимаете, вот он полежал, полежал, у него же никакой, собственно, заботы нету, вроде бы. Хотя мы увидим, что есть, у него предназначение-то есть, так сказать, но пока мы о нем... Ну, хотя бы, в принципе, знаем. Потому что, если дедушка попросил сделать колобок, то он должен быть употребен, правильно? Дедушка и бабушка. То есть вот его предназначение. То есть он послужит людям. Этот колобок. Колобок полежал, полежал, и сказала ему, скучно, с окошка на заваленку, с заваленки на землю, на тропинку и покатился. Вот мы знаем, что катится по наклонной плоскости. Смотрите, по сути дела, это начинается человеческая жизнь. Потому что с чем сталкивается маленький человечек в своей жизни? Со страхами, когда начинает осмысливать жизнь. Кто первый встречается колобков? Заяц, а трусишка серенький, да, трусишка? То есть вот как раз олицетворение всех этих страхов, которые у маленького человека появляются на его пути. И колобок, колобок, я тебя съем. Он говорит, не ешь меня. И смотрите, почему не ешь меня? Я колобок, я тебе песенку спою. То есть я вот потружусь немножко, наконец-то. Ну для кого? Для зайца? Песенку будет петь, чтобы он ел. То есть откупится песенка? Нет. А зачем? Я колобок, я колобок, по сути я комскорбен, все равно масля прижен, я от деда ушел, я от бабы ушел, я от тебя уйду. Что на первом месте? Или кто на первом месте? Я. То есть песенка не для зайца. Песенка о себе. Понимаете? Я. То есть появляется уже, самость начинается. В любом начале. Совершенно верно. То есть вот он и покатился. Куда он катится? Ведь он катится в сторону леса. Лес в Древней Руси всегда, ну вот во всех сказках. Лес в Редоточии всяких злых духов, различных сил, потому что там и Баба Яга, там и Леший, там и всякая нечисть. С другой стороны, это и человеческие страсти, олицетворение человеческих страстей различных. И вот дальше он покатился. По идее, кто должен появиться? Лисичка. Но на самом деле появляется волк. Потому что волк олицетворение чего? Агрессии. Зла, так сказать, агрессии. Потому что подросток уже, подростки бывают агрессивные, так сказать, вот агрессия появляется. И опять же таки, я колобок, я колобок, опять же таки, я себе, я от деда ушел, от бабы ушел, от зайца ушел, я от тебя уйду. Да, и покатился дальше. А кто встречается следующим? Медведь. Что такое медведь? Это олицетворение и силы, и власти. Потому что медведь всегда воевода, он хозяин леса, он всего хозяина, так сказать, потому что олицетворение и сила. То есть смотрите, вот как растет человек, возрастает, идет по жизни, так оно и здесь вот сказки отражаются. И опять же таки, колобок, колобок, я тебе съем. То есть каждый из них собирается употребить вместо деда и бабы этого колобка. Но колобок, оказывается, хитрее, поет песенку, бдительность своих супротивников притупил и дальше покатился. И вот теперь, так сказать, если уж катится, катится он когда-то, должен так чему-то прикатиться, но тут появляется леса. Понимаете, вот так, если по физической, то, я говорю, и леса не должна быть здесь. Но леса появляется тогда, когда ей нужно появиться. Почему? Потому что здесь уже происходит испытание славой. То есть славой. Почему? Потому что, ах, какой ты пригоженький, ах, какой ты хороший. То есть начинается прелесть, прельщение. Вот человек уже становится взрослым, да, и ищет себя в жизни где-то, так сказать, он ищет славы. Ищет, чтобы его признали общество, так сказать, вот его признают, ах, какой ты пригожий, а как ты замечательный. Вот, правда, я, так сказать, на ухо слабая, плохо тебя слышу, а не сядешь ли вот на носик, так сказать, чтобы не споешь ли ты еще разочек. Потому что на каждого мудреца довольно-таки простоты, правильно? Так сказать, прельщенный, а кто есть прелестник? Самый главный прелестник. Смотрите, тут получается, конечно же, дьявол. То есть получается так, что путь, вот вся русская литература, если мы посмотрим, ну, хорошие, конечно, образцы русской, классическая русская литература, которую мы с вами разбирали еще, может быть, да с Богом разбирать, она показывает, что человек идет или к Богу, или от Бога. вот смотрите, человек сотворен, да, дед и баба, да, сотворили колобок, он должен быть послужить кому? Ну, человек рожденный, помните, мы, когда на службу бываем, в конце литургии священник выходит из алтаря, становится лицом к вратам и говорит, всякое даяние блага и всякий дар свыше есть, то есть всякий дар свыше есть, человеческая жизнь, человеческие таланты, вот то, что дается человеку Богу. И этим человек и должен послужить своему Творцу, то, что Господь ему дал, тем он должен послужить. Значит, опять же-таки, колобку дана была жизнь Адамом и Евой, да, оттуда начинается род человеческий, да, они должны послужить человеку или Творцу в лице Адама и Евы, но он уходит от них, как и человек уходит от своего Творца. Значит, он уходит кому? Вечному противнику Бога. И тогда он уже послужит дьяволу, потому что, так сказать, ну кто самый главный прелестник, я задал этот вопрос, кто прелещает человека всю жизнь? Конечно же, дьявол своей лестью. И вот тогда получается, что пупка лобка это в принципе путь любого человека. Вот вам смотрите, маленькая сказка, а какой глубокий у неё смысл.